здравствуйте всем здравствуйте это подкаст годзиллы название крутое кстати мне big муж сказал пораньше да сегодня с нами хета кугаев павел павел хугаев да 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 и сам вел геновян должно быть еще пашки а давайте на один выпуск давайте дадим шуму артем и винокуру артем винокур создатель ведущий инвестор и просто лицо проекта но тут еще до ради ваша расул и гурам но они все слишком деловые да все это круто давайте за порадуемся самое можно пожалуйста еще аплодисментов за то что пацаны деловые как сильно обращать чё вы где были сегодня что делали кто начнет я могу начать начни мне артем недавно отказал я его позвал на техничку грю подержи меня типа приди на технички а хочешь прикол пацаны пашки слушай тогда прикол самый прикол я его игру игру ко мне надо на техничку прийти суть такая люди из шапки достают люди из шапки достают значит я достаю записки которые люди о себе оставили типа факт которым они гордятся и факт за которым стыдно в жизни и просто на стульях вдвоем поразгонять надо да что-то тебе напоминает это ну много чего ну вот на стульях вдвоем да много чего но конкретно что может и чем-то занимаешься может есть такой провокация провокационные линии которые в которой когда ты говоришь я на этом ряду лежу этот хуго брат залетишь и я такой во все везде где надо на что мне артем знает что говорит он говорит да я брат хочу стендапом позаниматься типа это все город не моё но при этом всем при этом все можете зайти к этому на канал и посмотреть сколько раз я там смеюсь с этих видео просто это правда да это вообще ничего это про не получил просто одни ему господа я думаю конфликт решен да реально типа я не могу пожаловаться артем если честно с двух лог поддерживает в летаем но я напряг же до начала интересное сразу биф небольшой как прошло шоу без артема виногура я взял шоу без артема виногура я взял гева ну честно говоря пацаны там проблема я не понимаю зачем я людей собрал то есть все очень смешно реально шутки смешные как всегда но неужели ты пришел к этому уже сам типа ты уже заранее создаешь шоу и уже внутри такой так это не шоу я обманываю я собрал людей чтобы они посмотрели на меня конечно 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 ты когда когда ты его делаешь стендапа дал с ведром на стуле просто свой стендап толкнул 40 минут и всем пока так нет это импровизация моменте с ума сошел что люди пришли и дал стендап и беста еще геймдит дал 10 минут снайпером закрыл не ну реально пацаны я не знаю то есть ну хоро ты так говоришь как будто у меня в других шоу нету конца да не не я это просто имею ввиду что у тебя больше чем одно шоу а ты знаешь у людей одного не так ты шел сколько пацаны у артема есть реально крутой проект который я очень сильно хочу посмотреть как зритель не как даже друг у него есть ну давай скажем у него есть гениальная идея на мой взгляд это интервью у питомцев домашних питомцев известных людей это даже на одну это даже название смешное да типа братья них интервью там вот это спрашивает это я слышал и он просто отказывается это делать он вот сидел при мне реально два часа с ногами на столе и просто стонал такой я не знаю что делать а я говорю ну напиши свое шоу сделай шоу и он каждый раз недовольный вставал уходил реально просто это шоу которое надо прямо сильно сил приложить ну да там надо писать до шутки я просто и читать это собаки в лоб да ты вот к этому шоу я хотел бы тебе собакам свои шутки рассказывать какие вы работаете это же очень смешно были но он когда-нибудь да когда не сделаем по шок такой шоу да да но если знаешь как вот заводят паблетенческих экзотических животных когда за углу она да да или впасть киту зашли мне нравится что паша сразу подхватил чувак нужна и гуана собак какие собаки берем 3 я уже мыслю сезоном это первый сезон в африке вот это все да слушайте ну круто круто все круто но всему нужен какой-то конец чтобы было прикольно чтобы люди такие а вот вообще чего вы думаете я не знаю наша миссия еще чему-то там людей учить чем какие-то выводы чтобы понеделили на просто можем расслабиться и просто шутить мне кажется вот что культура постмодерна как раз сейчас стебешься или ты не сильно считаю что такой человек который в быту может сказать мне кажется культура постмодерна хуйня это очень смешно что это в майке баскетбольный культуру постмодерна плода просто валяюсь с опухшей ногой просто чесать про постмодерн да да на самом деле культ культура постмодерна сильно научила тому что учителя полная хуйня сколько было учителей включая блиновскую прочих все взялись друг друга учить поэтому сейчас нести какую-то миссию образовательную такой мы не дофига ли ты о себе до возомнил что раньше люди 5 лет на это учились ну это вообще их проблемы пацаны когда вот мы все оказались там где оказались хоть вот где-то кто в телевидении кто в камере радио кто в стендапе кто на ютюбе я такой троечников собрали не я кстати не троишь я не троишь я бы никогда не подумал как ты думаешь вот как я учился я думаю у тебя одна тройка была идти и на четверку исправлял чтобы без троек за ней это не так не так опа не 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 я это значит у него по-английскому 5 было точно это факт как мы с ним в дубай ездили как я копчик я так рад что он был я вот так кратко я человек который мы такой сейчас мы поговорим что я просто как обезьян просто сдаешь себе иногда шанс но после первого предложения когда какой-то встречный вопрос идет я так это все я не знаю но кстати надо сказать что перед этой поездкой он сдал на краповый берет в дуале я вам серьезно говорю он просто пиликал вот это дзынь звук это вообще артем это значит в самолете он может объяснить что это вместо его по билету я могу вот это а я обожаю вот это пацаны вот это когда у тебя что-то на английском спрашивают и ты слов не знаешь но язык почему-то напряг и чуть-чуть придавил вот туда вот глотки такой я так запускал на ресепшн и он выбил в какой-то момент там всем то есть ты говоришь типа там же зарядки розетки европе не европейские как это когда три их да-да-да-да американский и а у меня обычные вот эти две штучки и я тебе грудать и переходник какой-то иди саш через дорогу там купи себе переходник там у нас и яхе тага вот так как в этот как шар из боулинга так и получаете бля и он просто вот такой пилот вынес такой вот все дали пилоту 20 розеток а ты просто по телефону разговаривали но там еда я не могу ничего подняться я быстро еда а когда не еда братья а ты докури лайк отдай-ка у всех глаза сразу найк вообще да он один тут траться никто не будет ну сейчас он договориться едой а как ты так долго почему так долго с едой разговариваешь все-все извините пацаны но я не знаю да а что я выбил тебе эти насадку на розетку но так смешно что в дуолинга не готовят тебя к проблемам типа у меня в номере пожарная сигнализация издает звук и они бедные с наташей так замучили хотя артем артем вообще вот в этом и сильно похоже короче за комфорт нам не жалко типа просрать деньги на комфорт это делается и артем так и поступил он он добавил денег да ты же добавил от себя чтобы взять покруче номер и он там жил со своей супругой с наташей и они не могли уснуть потому что у них пожарная сигнализация вот так делал как капля капает и это такая типа тема что ты такой это как нахуй объяснить без знания английского языка что у тебя в номере происходит вот вот и вот они все сделаем сигнализацию естественно ничего не произошло и потом я уже попросил хедра пожалуйста пойдем с ними приведи их просто в номер поднимались очень надушенные арабы к артему стояли такие окей 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 и ничего не менялась ничего не менялась просто они сильно надушенные ходили по отель прикинь просто непонятно что они понимали из вашего туза но я не оси что и все я попросил хедра говорю позови их пожалуйста ко мне в номер пойдем вместе со мной и вот мы с хитагом идем их двое еще арабы и вот мы приходим и типа слушаем я бы типа слушать и мы вот так вот четвером стоим друг на друга смотрим и хиток одному нахо мяу это ты да да я реально начал бросить просто за спиной вот эти звуки издать а он стоит на потолок смотри что за странность ну не на самом деле я очень рад вот вот кинты в этом и прикол что в компании друзей очень легко почувствовать себя гениальным понял на самом деле там мой английский ну такой я не буду прибедняться нормальный базовый то есть я могу такие вещи объяснить там поговорить как-то но в жизни вот в жизни для человека который носитель языка я разговариваю придите помогите там потолок то есть я вот так разговариваю для нихты но в целом меня понять можно понял ты тогда вообще не разговариваешь ни кое-ка я просто ты тогда вот, когда на своём... Да, да, на своём что-то говоришь. Я думаю, ты скажешь, но в целом меня понять можно, я тоже не в столице вырос. Ну, у меня была гимназия, там у меня была прям преподавательница очень-очень талантливая, но как и все преподавательницы, которые тебя хоть чему-то в этой жизни научили, неприятная. Талантливая, ты на пианине наиграла. Она очень неприятная была. Как она меня доводила до истерик вообще. Вот как я психанул? Я говорю, хаус. Она такая, ты говоришь хаузе, надо говорить хаусе. Я говорю, да, я говорю хаусе. Она говорит, ты говоришь хаусе. Я говорю хаусе. И вот так она меня замучила. Короче... Сейчас, кстати, надо говорить хаусе. Это после Фурсенка реформы. Да, да, да. Блин, у меня было такое в школе. Я аккуратно уже снизу хотел обнять вот так вот кроссовки твои. Я знал английский, получилось так, что я начальную школу учился в гимназии. И из-за этого, когда я вернулся в обычную школу к себе в город, я знал английский чуть лучше, чем моя преподавательница по-английски. Но ты сейчас можешь говорить на английском? Читать, слушать. А говорить мне? Из-за того, что практики нет, тяжеловато. И она всё время искала возможность подловить меня где-то и никогда не могла её найти. Был этот учебник, помните, Хэппи Инглиш. Там была статья про селебритис, типа про звёзд. И я читаю, типа, известные рэп-исполнители, мастеров церемонии. Я читаю М. С. Хаммер. О-о-о-о, круто. И она такая, верни, Дубов. Наш знаток английского. М. С. Мак Хаммер. Это шотландская фамилия. Я не смог её объяснить. Да, да. Мак Хаммер. Это же чистый шотландец. А я всю жизнь, короче, английский с отставанием приехал в Россию. В шестой класс. Они уже с третьего английского. А я туркменский учил, как второй язык. Зачем? Ну, в Туркмении он был второй язык. Ты планировал в фильме Рэмбо играть пилота, которого он собьёт? Знаешь, Кеток, у меня всё получится. Это моя мечта. Я когда вырасту, меня Рэмбо собьёт в вертолёте советском. Вот в этом. Ми. Короче, мы занимались с репетитором, а я, знаете, когда приходите к репетитору, она всегда пьёт кофе. Да. И руки кремом может. Блэ, Артём. Да, и причём это была такая, да, в натуре. Ей было где-то, ну, под сорок, но она была секси. Не говори так. Да как она? Как не говорить, если она такой была? Ну, ладно, говори. Она была секси, Хеток. Да, да. Вот. И всю дорогу я просто думал, что хочу уебаться с ней. А? Что? На английском? Все это слышали? А как это на английском? Никак. Никак. Секс. Секси это уже на английском. Бля, это так тупо. Я, кстати, читал, что оказывается в других, ну, в каких-то странах европейских с детьми занимаются репетиторы по предметам, в которых у них есть какие-то успехи. То есть они улучшают крутое. То есть они акцентируют внимание на том, что круто идёт, и туда нужно дожимать. Это ещё и американский прикол. А у нас он хромает по химии, давай, у тебя по химии тройка, а ты ещё с репетитором такой, нахуй. Бля, кстати, как смешно. Они такие, у тебя кривой зуб, родители. Да. Знаешь, вместо того, чтобы сказать, какие у тебя бицепсы, давай, ну, качай бицепсы. Да, да, да. Он должен всё знать. И химию, и русский язык, и всё. И он вот такой надёжный никто. Блин, круто. Беспособности. Сформулировал чётко, надёжный никто реально. Он такой хороший, средний. Да, да, хороший. Но вот так и есть, мне кажется, надо... А как быть, когда вот, пацаны, вот у меня вот такая была ситуация. У меня был препод по алгебре, по геометрии один и тот же. И по геометрии пять, по алгебре ели три. Вот ели три. Хотя начальную школу очень хорошо математику я понимал. Потом появилась она, и просто я пропал на тебя. Вот как быть, если у тебя мозги вот такие странные? То есть у меня было по физике пять, по английскому пять, и по... Музыке. И по геометрии пять. По геометрии. То есть вот такие вот мозги, понял? Я не знаю, как это объяснить. Но при этом у меня там химия вообще никогда в жизни, алгебра тоже три. То есть вот тут, ну я кое-как, пацаны, двигался. А вот по этим предметам было... А, и биология еще была хорошая оценка. Вот, все. Русский тоже четыре было. Литература пять. В геометрии надо думать. И вот сейчас это все зачем? А в алгебре надо помнить. Алгебра, короче, развивать память. В геометрии надо знать, ты сказал? Нет, в геометрии надо думать. Надо думать. Там головоломки. А в алгебре надо чуть-чуть думать и дохуя памяти. А мне кажется, в геометрии надо было заучить тупо. А, нет, ты представлял же. Там просто представляешь и это объясняешь обычным языком. Смотрите, тут угол вот такой, это значит, там такой не может быть. А так как две прямые не перескакивают. А вот я доказал, там чисто базар. Да, и физика. Докажи, почему треугольник равнобедрный. Смотрите, одно бедро равно второму бедру. Еще есть вопросы. Как круто. Вот это геометрия. А алгебра... Я объясню, почему я это все сказал. Я это сказал, что сам Вэл прикольную мысль поделился. Мыслью, что если у тебя в чем-то получается, то надо на это давить. А я такой, ну хорошо, как определить, вот куда мне было идти? Вот я объяснил. Супер. Вот где физика, где английский, где геометрия и литература. Вот такие у меня, понял? Вот так. Вот у тебя есть четыре предмета, где у тебя получается. Ты должен выбрать, допустим, там два, которые тебе нравятся при этом. А, типа дальше еще пофильтровать. Типа что из этих двух мне вообще сильно нравится. А, ну да, это четко, да. Просто я подумал, что это за профессия, если вот это все вместе соединить. Есть ли такая профессия, которая все эти навыки... Да, ну знаешь, какая это? Таксист. Любая в Москве. Нет, таксист это еще общество знания надо, чтобы еще понимать принципы политологии. Это все. Мне кажется, российское образование хорошо учит жизни в России. Все, чему оно научило, это терпеть, выживать, не обращать внимания на подколы. Это же все вот это про школу. Что там было? Не обращать внимания на подколы, это сильный скилл. Не обращай внимания ни на кого. Это, кстати, ошибка в школе. Но они менять, чем варят. Нельзя, нельзя. Не обращай внимания. Они дураки. Да, да. Они дураки. Да, это главный вообще тезис российского образования. Они дураки. Они все дураки. Так, ну все, круто. Артем, у тебя что? Какие предметы у тебя прям круто удавались тебе? Химия удавалась, кстати. Ну вот она удавалась вот только в школе. Я потом пришел на ЕГЭ и все запрекратилось. Свет выключили сразу. Просто я осознал, что я в кабинете, где все очень хорошо знают химию, и мне что-то... Я провис, короче. Я читаю А часть и вообще нихуя не могу понять. Знаешь, когда вот просто вышибло все. Да, да, это международный уровень, когда ты вот просто во дворе и пошел в футболистов. Да, да, да. Просто я читаю вопрос элементарный и вообще не могу понять его. Третий раз читаю, четвертый. Это вообще другой уровень, когда ты вопрос не можешь понять. Все. А там же люди, ты смотришь влево, там человек пишет, вправо пишет, все пишут. То есть никто даже не успевает типа вот это... Никто не думает, блядь. То есть это настолько... Да, кстати, реально. Скажи. И все. И я вот в этой уже панике. Если на всех посмотреть, по мне можно понять, что я в беде. Да, и свисто, знаете, еще что было? Вот эта картина, я его прям вспомнил, то, что Артем описал. Все пишут, все пишут. И ты когда видишь, что вокруг все пишут, ты такой, я так и знал, что это бесполезно было, что меня готовили. Я плох. Я лох. Это изначально была ошибка. Вот у меня вот эта мысль была. Просто мне Артем так точно это напомнил, что ты смотришь вокруг и все пишут. Ты такой, ну я знал, что не поможет. Это я обречен. Блин, я вспомнил этот жар обиды, который внутри рождается. Так, а мне было не просто, в плане, что я вот как в классе, я обгонял класс по их программе, то есть я такой, то, что вы тут учите, это у меня уже вообще прошлая весна. То есть я там сам, типа, за пять минут контрольный решал, кому ты там помогал. Это ты как, знаешь, Артем, открытый микрофон выиграл и пришел на стендап. На стендап на ТНТ. И меня палками отпиздили. Это чисто. В офисе тебя просто забили в диван. Это точно. Что я за год один монолог сдал. Как надо загошмарить, что человек не смешной, что он после победы один монолог еле сдал. Говорит, пожалуйста, подождите, не увольняйте. Дайте полгода еще. Там такие вещи, конечно, происходили в стендапе на ТНТ. Я помню, что я вот выиграл, и я на таком уверенном был. Я такой, я просто залетаю. И у меня, прикиньте, вот такая была мысль. Я пришел в стендап на ТНТ, и такой, пять лет, на всех смотрю, и такой, пять лет, и это Нетфликс. Вот так я, вот в таком взлете я был, представляешь? И как меня уничтожили эти технички, авторство, вот это что-то добить. Егор, который мне вот так год говорит, это не шутка. И я такой, ааааа. А я, ну ты знаешь, до какого-то момента ты такой, они смеются, это шутка, вот так. А он такой, это смеются, но это не шутка. Приди, как это с ума сводит. Это очень сильно с ума сводит. Да. Чтобы дойти до Нетфликс, надо пройти до НТТ. Ну ты красавчик, на самом деле. Да, да, нужно было дойти. Надо Артему респектнуть за то, что он выиграл открытый микрофон. Респект, Артем. Без прикола. С победой. Ну на самом деле, для всех пацанов, которые только приехали в Москву, мы все этот опыт прошли, это очень, очень большой стресс. Реально. То есть у тебя неопределенность, ты поставил на шутки в своей жизни, прикинь? Ты такой, я буду этим зарабатывать. Это безумие чистой воды. И все вокруг тебе говорят, ты дурак. Это несерьезно. Либо на тебя так смотрят, но к тебе всю жизнь такое отношение, что шутки это... Так ты представляешь, вот я выигрываю открытый микрофон, и он вот прошел все это микрофон. И я возвращаюсь домой, в Питер, типа все, это же снимают, и не сразу же показывают, что какое-то время я выигрываю все там, е-е-е. И я возвращаюсь обратно в съемную квартиру, обратно на кухню, и вот так еще четыре месяца где-то, и родители такие, да нет, все, что ты выдумал, иди уже работай. А, как смешно. Иди уже, блядь, работай. Они позвонят. Да-да-да, я так, нет-нет-нет. Я действительно выиграл. Да, блядь, ну так вообще, да, подло, как только Артем, после Артема все, там бабки начали давать. И в целом, ну, все, кто там были, есть желание, в плане за победу. Да-да-да, там же Новикова и мне, по-моему, не заплатили. А Артем такие, все, можешь к нам ходить на технари. И все, и прикинь, а реально так было, но преподнесли это как, все, ты резидент, ну теперь ходи на технари. А на технарях, ну, там, ну, все финалисты могут ходить. Все те, кого он выиграл. Да-да, реально, есть материал, приходи. А следующий, кто выигрывает, ему три ляма дают. И так несколько лет. И Леша шамутил это с тремя миллионами. Отлично, приходил точно так же. Не-не-не, круто. Это реально круто. Сложно такое выиграть. Музыку слышно? Там же еще очень много всего, помимо того, что ты должен быть молодец в нужное время, в нужном месте. Там еще много обстоятельств. Реально много. Очень много обстоятельств. Очень много. Это чудо было, что был Паша. Это было чудо, что был Паша там. Когда на всемках? Нет, что я пришел в стендап на ТНТ, там был Паша Дедищев. Это, блядь, было чудо, потому что все остальное, то есть я... Было против тебя. Против меня реально. То есть люди меня так считали, такие, да это пидарас какой-то, блядь, вот так. То есть там, и я такой, Паша, как хорошо, что есть Паша, что можно просто с Пашей двигаться, что-то шутки писать. А Паша, что вообще на другом понимании комедии уже был? Он уже там в КВН играл, он такой, эш, шутка, блядь. Он уже просто выходил типа с Егором на равных, такой, ну вот так, вот так. И я там, па-па-па! Завтра просто другое выступление, одно и то же рассказывать. И там люди такие, да это как вообще проконтролировать эту хуйню? Он не может одно и то же рассказывать. Джулиантный комик. Да-да-да. Там еще были, это сейчас, то, что сейчас стендапно тенты, это вообще не сравнится с тем, что было. То есть там вот такие, там такая была проверка, там Белый приходил на все вот эти, на технички он приходил, типа смотрел у кого что там, что-то добивал, кому-то просто пизды давал, там что это ерунда. После основной, а до основной типа всех собирали и всем говорили, кто там как выступил, кто будет в основной. И кто говно по жизни. Да-да-да. И там я помню, вот такая тема была, такая психологическая давка, когда все сидят, всем все сказали, и я сижу, и мне ничего никто не говорит. И они сидят, Егор Нагорн и Руслан Белый, они сидят и такие, так ладно, все выходите, и вот с Артемом мы так лично поговорим. Я такой, нет! Вот так даже было, вот так. Я такой, нет! И Артема везут просто в поле. И Артема делали кровавого орла, как в сериале Викинги, вот это вы помните? Вот это указано. Какой процесс там? Ну, я не буду описывать, это просто очень жестко. Кровавое. Круто, кто что выигрывал еще в жизни, пацаны? Кто-то что-то выигрывал? Ты выигрывал, кстати, самовы, что ли? Ну что, проекты не выигрывал большие, фестиваль выигрывал. Важно, что угодно. А, вот и фестиваль же выигрывал. Пацаны, северо-западный чемпионат по вольной борьбе северо-западного округа выигрывал. Это вот СКФО, который называется? Чемпионат Санкт-Петербурга по мужикам в 19 лет выигрывал. Чемпионат мужиков был? Мужиков. Кто дальше хоркнет? По мужикам, кстати, не выигрывал. Да-да-да. До 17 выигрывал. Не, вот такие победы были, брат. Много побед. Ну, круто. Маленьких побед было. Ты какие-то фестивали выигрывал? Что-то сильно выигрывал. Панчлайн выиграл первый, потом в Казани фестиваль выиграл, потом какие-то кинг-гонги не связанные с панчлайном, там раз, два месяца делали большой кинг 30 тысяч. Нет, я не про стендап. Как ему тяжело было вот в плане стендапа, вы не представляете, Самуэллу тоже, что он, вот где нету камеры, вот этих важных людей, он там такое устраивал. Уже тогда, типа там, все комики такие, вау. И только появлялась камера или что-то, просто заземлялся, такой па-па-пап. И он всегда... Сейчас все узнают, что на самом деле я ничего не умею. Они даже для этого камеру поставили. Но я, кстати, тебя так и узнал. Я просто, я тебя так считал, что ты, короче, ну, по вот этой молве вокруг тебя, то есть когда мы все начинали что-то делать, только-только знакомились, еще не было вот этого инфополя, в котором мы все уже существуем, и каждые какие-то свои там приколы. Блин, а может быть, спросим, расскажи Паше, вернее, Дубов, пожалуйста. Вот и сам Вейлоги, наверное, знают, Хеттега знают, меня там знают. Вот Павел Вернедубов, расскажи, пожалуйста, что это за птица. Самый конченый вопрос, который можно задать. У тебя вообще совесть есть. Я просто могу передать, как я... Среди вот этим регалиям, Артем Винокур. Не, но я могу, вот я знаю Пашу Вернедубов, что он... Я уверен, что за ним что-то есть, раз этот вопрос. Да-да-да. Он же это спросил из того, исходя из того, что давай-ка расскажем, кто ты. Я просто подумал, что люди себя слушают, такие, Паша Вернедубов, это же не Дядищев Паша. Люди же вот это все знают. А то, что ты невероятно... Расскажи, как ты рекламой занимался, что ты в МТС был. Слушай, ну... Блин, но я... Ты уже рассказал, Артем. Я был в МТС и занимался рекламой. Но это не так просто. Какой скромный парень. Да, он очень скромный, что он все почти на свете командам КВН писал. Блин, но на самом деле, вот когда Хеттег спросил про ток, выигрывал ли кто-то что-то, я подумал, что во мне настолько сильно отсутствует вот этот дух соперничества. Реально? Что я в целом никогда не гнался. Тебя не цепляет, когда кто-то рядом что-то или такой? Я тоже. Нет, не такой конкурент. Ну ты же и галка. Как будто бы я выиграл вот эту сперматозоидную гонку в самом начале. И все силы потратил. Больше ничего интереснее не будет. Жизнь в целом моя. Меня однажды в седьмом классе на меня ставили большие надежды моя учительница по литературе и отправила меня на областную олимпиаду по русскому литературе. Так. И я заболел, но не мог не пойти. И мама сказала, ты пойдешь, но только если мы намажем тебе ноги феналгоном, потому что... Что? Какая странная. А что произошло? Потому что ходьба должна доставлять тебе боль. Ну потому что, типа, ноги должны быть в тепле, их надо согревать, это помогает, типа, не заболеть. На горящих ногах, как Соник полетел. Как же ты? Феналгона. Как после этого. Кроссовки воняют этим финалгоном. Я пошел, мне надели шерстяные носки, намазали вот таким слоем финалгона ноги, и он же действовать начинает не сразу, то есть я вышел, ну нормально, может быть, я пришел туда и начался полный пиздец. У меня начало гореть все до колена, вот так вот, у меня как будто нет ног. Я не мог сидеть, я вообще... А в какой-то обуви, прости, пожалуйста. В туфлях. Я наделал шерстяные носки и отцовские туфли для лица. Как можно прыгнуть в свою обувь? Я наделал шерстяные носки и мне еще поймут, потому что ноги горели, еще жало обувь сильно. Вот это адское ощущение. Я написал, из всех у меня были самые плохие. Я справился быстрее всех, я справился за 27 минут, по-моему, из двухчасового этого теста, и убежал просто домой, и там еще сочинение в конце было, я его вот так как будто... И пришли результаты в нашу школу, у меня были самые плохие результаты по орфографии, по всем, ну, по-русскому. По ароматам. Ты просто мат писал, как горячо. Нет, у меня было лучшее сочинение в области, потому что оно было покрыто, мне кажется, моими слезами, я реально плакал сидел. А сочинение в конце было... Да, сочинение лучшее, типа самое эмоциональное. А на какую тему еще раз, прости, пожалуйста. Не знаю, материнская любовь. Я надеюсь, что это что-то материнских чувств. Вообще, самое опасное на начальном этапе жизни для любого ребенка это его мать родная. Вот это, я тебе серьезно говорю, вот если вдуматься, то есть мать делает очень много для тебя, и в то же время она тебе самые перегрузки создает. Очень важно, чтобы мать была адекватная. Отец очень важен. Да, это хотел сказать. Вот отец всегда, вот отец, ну, это да, да-да-да, но отец, он как волнорез, короче, мать волну набирает, а отец всегда такой, а теперь все, по справедливости решим. Там она эмоция, она такая, у нее всегда были вот эти, у мамы, типа, радикальные решения. Компьютер, никогда! Вот такое решение, знаешь, а у отца всегда 5 дней. За такой проеб, 5 дней. Мне нравится, что роль вот у меня лично в семье, роль у отца была, он приходил, типа, разнимать меня с матерью, такой, так, ну, уже все, хватит, хватит, вы уже тут устроили уже. Миша, ему надо сказать, Миша! Да все уже. Знаешь, как ты говорил тогда, он выступает, он Миша, он у нас выступает. Там вот такая была, реально, это когда я еще у родителей жил, и вот мать заходит, что-то она вот такая, не в настроении, заходит на кухню, и я вот так сижу с блокнотом и ручкой, и она такая, что ты сидишь? И я такой шутки пишу, и она просто вслух. Ты понял? Ты спичку в бед скинул. И она, ее, вот это, именно вот ответ ее, знаешь, она хотела бы еще больше разозлиться, но он ее так рассмешил, и она, знаешь, когда из коридора отцу кричит, Миша, он у нас писатель, блядь, писатель. Он у нас шутки сидит, пишет, он не врач, он писатель. Говорит, надо было ему блокнот с ручкой купить. Как круто, как круто, что родители искренне не верят в тебя в детстве. Мальчики, передаю этот флоу дальше Ибрагиму, я погнал выступать. Давай, Савел, а вот это пошел, а, ты в стор пошел, да? Я погнал в стор, все, давайте, всего хорошего. Все, да, с нами был Савел. Ибра. Сейчас, вместо Савела сядет. Я бы подождал, чтобы они немного отсохли. Ибрагим. Они прям мокрые. Ой, как не так. Эй, привет! Здорово, Ибрагим. Это, если вы не знаете, это тот, если вы не поняли по голосу чеченец. Да, это тот самый Ибрагим. Блин, как круто слышно. Да. Это ты, это ты? Ва, это ты, вот это в комедий баттле. Я первый раз подкаст записывал. Это ты, вот это в комедий баттле, да, вот вас было трое. Трио Томи Ли Джонса назывались. Конечно, мы же по одиночке не ходим. А когда ходим? Ну, классно. И что, и что, о чем разговор? Что? Что родители искренне не верят в детстве в тебя. Наивно, понял? Без злого умысла. Они такие, ну, это же точно не наш. У меня же, у самого дети есть. Да? Сколько детей? Трое детей. А кто? Дети. Ну, да, в смысле, Ибрагимович. Никакого пола дети. У тебя все Ибрагимовичи. Ибрагимовичи. Как смешно, реально Ибрагимовичи. У тебя три Ибрагимовича. Да. Дочка, сын, дочка. Ну, вот смотри, допустим, пацану пять лет, и вот что бы он ни делал, мне кажется, что он должен это делать, как взрослый человек, типа, по-умному. Он должен лучше это делать. Ну, типа, да, допустим, он там, там, что-то сломал. Как ты мог, тебе уже пять лет, ты уже взрослый человек, как ты мог это сломать? Такие у нас разговоры с ним бывают. А-а-а. Все-все. И мама такая, типа, что ты ему объясняешь? Ты сам до сих пор дурак, типа, ты до сих пор не понимаешь сам, ты что ребенку объяснишь? А ты строгий пахан? По отношению к учебе, да. Из-за учебы могу запретить все, что угодно. Свет, солнце могу запретить. Правую ногу запрещаю, не пользуюсь ей. Круто, круто. А что, хорошо учатся? Нет. Нет? А ты видишь, в чем у них таланты? Вот ты можешь прям по каждому ребенку протискать, этот талант ли в этом, этот в этом, это в этом. Ну, за старшую дочь могу сказать, что она, ну, вряд ли, ну, как тебе сказать? Мне кажется, она чистая, знаешь, чистая, вот, первая дочь в семье, она, знаешь, она, это вот еще, еще один родитель в семье. Это чужой человек? Нет, это еще один родитель в семье. А, Да, потому что он за все, за всех переживает, особенно если это дочь старшая. Не, ну, какой-то же есть у нее талант, потому что она инструментов. Не знаю, любовь. Любовь? Она проявляет неимоверную любовь. Круто. Так, еще дети. Пацан следующий, наверное, ну, он активный, гиперактивный, только куда-нибудь там, в спорт, либо у Соника есть свой спортзал? Суперсоника? Да. Либо к нему? Да, СДВГ называется. Что такое СДВГ? Синдром Даун? Не, не, это шифтига. Ну, это гуглит. Синдром дефицита внимания. СДВГ. Очень активные дети, через чур. А, это дефицит внимания? Угу. Серьезно? Да, когда они вообще не на месте. То есть там, СДВГ. Ну, я могу, конечно, ошибаться. Не знаю. А что, следующее ей два года, какой у нее талант? Кушать? Ой, она любит поесть, да? Все, что на полу валяется, да, Как круто. Да, брать и кушать. Блин, ладно, хорошо. Наверное, это сапером она будет, нет? Я видел ролик, где Пахан заходит в комнату, и там две дочки, старшая и младшая, и он такой, йоу, сейчас, американский, ща надо пойти, разорамсить, у меня там с одним отцом проблемы, и у него тоже две дочки, пойдемте, надо будет подраться. И младшая такая, да, погнали! А старшая такая, что здесь, стойте, сколько их? Они какого роста? И меня это так рассмешило, что младшая, просто оторванная такая, погнали драться! А старшая уже, как ты сказал, они рассудительны очень. Она такая, так, сколько их? И она такая, ну ладно, она не отказалась, она все взвесила и такая, все, ладно, идем драться. То есть она оценила, что равные шансы, так пойдем драться. Круто. Ну, когда тебе отец предлагает пойти драться, ты такой, да, в целом с отцом можно. Да, да, да. И вообще, меня в детстве так грела мысль, что я где-то с Паханом в драку вяжусь. Блин, что нас заденут, и мы вместе будем драться с Паханом спина к спине. Ну, спина к его икре, я не знаю, это очень маленький был, но у меня эта мысль радует, такой, с Паханом бы с кем-то подраться. Блин, я так завидовал своему другу, это были вот студенческие годы, как раз у них там какая-то компания на лестничной площадке бухала, и отец вышел сделать замечание, и началась драка. И они вместе с отцом вылетел. Сын из отца. Я такой, бля, это лучше, что мы с мужчиной проведем. Это какой-то симба момент. У меня тоже есть такой друг, он говорит, что в один вечер, отец, никогда в жизни такого не было, говорит, чтобы, и отец мне говорит, типа, пойдем, надо, ой, куда поехать. Мы куда-то поехали, там какие-то взрослые люди, ровесники отца, какая-то суета. И оказывается, какой-то молодняк с той стороны пришел, и на его отца начал что-то вот, ну, агрессию проявлять. А тот взрослый человек понял, что, ну, сейчас хорошо, я тебе Анзора приведу. И вот он рассказывал, что он, он своего бойца выставил, да? он просто пошел домой, взял сына, сказал, давай, порви его. И Анзор рассказывает, что на нем, он чувствовал такую ответственность, понял? Да, да, прикинь, отец его привел, чтобы он защитил имя отца. И что он? Ну, у него получилось. Получилось. ну там на газу сильный газ, это сильный газ. Мы сейчас все с вами вот говорим про вот эту ситуацию, где ты вышел, и вместе с отцом, но вы же понимаете, сколько было вот этих ситуаций, где на твоих глазах просто отцу как дали пизды. Вот это, конечно, тяжело, наверное. Как грустно. Это тяжело. А ты еще, и ты еще впрыгнул, и тебе еще дали, и ты вот такая семья. Блин, грустно. И просто оба, понял? Да не, почему? И оба едете домой, почему грустно? Мы матери про это не расскажем. Получили. Да, матери говорим, что мы выиграли. Да, да. Может, вы, кстати, в этот день еще больше сблизитесь, чем если бы вы победили. Каждый бы на себя одеяло перетягивал. Ну или отец в конце сказал, что он выиграл, а тебя отпиздили. Вообще, каждый за себя. Каждый за себя. Отец такой, я вообще выигрывал, пока этот не влез. Я вообще не хотел тебя как ребенка, если честно. Пошли, я заказал, честно говоря, очень импульсивную покупку сделал. Очень импульсивную. Вообще, мне кажется, в каждом мужчине где-то живет, ну, алкоголик. Если ты в России живешь, то немножко алкоголиков. Ты что взял? Я взял... Селедочку? Да, ты пробил. Я взял селедочку с картошкой. Кто-то такое ест? Ну, я не хочу, но я хочу вот посмотреть. Не, это селедочка с ржаным хлебом и картошкой. Кто-то ест такое? Нет, да. Я даже открывать не буду. Артем может глазами проголодаться. Он вот только-только покушал, он что-то увидит. Ой, блин. Сразу проголодается. Слушайте, это подкаст, это надо разыграть среди слушателей. Блин, да, вы не видите, но тут такой контейнер. Это из сыроварни, то есть, чтобы вы понимали, уровень селедки нормальный, это неговенное. Да-да-да, вот это яичко и такой кусочки черного хлеба. Да, если вот реально. С маслицем. Такого непростого даже хлеба, а такой типа. Да-да-да, есть такой хлеб. Поебать на самом печем. Ага. Такая соленая. Да, пускай Артем покушает, не зажимает. Лук вот этот такой, он не белый, а розовый такой. Не видишь? Он не останавливает свою речь. Я пожил где-то, где-то ровно полторы минуты жизнью пацанов из Решал. Я был в фрагменте Решал, где они комика на наставление ему давали, и ел мед. И со мной связался этот мед. Оказывается, на флаконе мед, который мы всегда заказываем. Он здешний? Я его ел. Это который вот здесь, на углу? Я не знаю, что это. Возле шлагбаума. И они написали такие, мы видели, что вот ты ел мед, и прислали гуру меда. Так что вот мед еще, пацаны. Оля, круто. Это луговый мед? Да. Это я не просто так вспомнил. Расскажи, пожалуйста, после того, как ты начал сниматься в Решалах, какие приколы ты получил? Кто тебе написал, типа, йоу, респект, там типа, круто делаешь. Не, ну такое бывает, иногда что пишут. Но там чаще всего вот это. Я посвяжитесь со мной, я в дыре. Помогите. Вот это. Я в яме. Я сначала думал, ты про дыр холл, кто это вообще? Кто это? Нет, нет, нет. Нет, ну я был у них на съемках, у них реально, человек может встать, вообще в другую обертку завернуть свою проблему. Они такие, о, интересно, давай выходи на сцену. Он выходит и такой, ой, у меня, я студент, деньги закончились, а мама умерла. Вот, понял? Для этого уже поле чудес всему научила, да, попрошайничать на любой передаче. Так они там еще не... У вас викторина, но у нас дома. А, и подвязал, да, да, да. Но они как пророки, получается, видишь, они людям реально же помогают. Не, ну там всякое, вот сейчас было на съемках реально уже всякое, там уже и поют, и танцуют, там уже вот что началось, там, короче, они начали приносить подарки все на съемки, и они такие, эй, типа, эй, и втянут свои, там, это кексы. И ты такой, вау, спасибо. Они говорят, нет, мы хотели бы выйти. А, вот так. Типа, ты такой, ах, вы вонючки, бля. Типа, они приносят уже, это покупают себе место. А я им говорю, нет, вот кладите подарки, спасибо большое, очень приятно. Хорошо. Тебе из зала дают новые тревисы. Вывел бы на сцену. Блин, у меня уже есть все новые тревисы. Только Артем может эту фразу сказать. Неплохо. Хорошо, такой вопрос. За что ты бы точно, вот такой, ладно, купили меня, выходи на сцену? Блин, ну, кстати, такой был тип, но это случайно оказалось. То есть, там был, вот помните, может быть, чувак кучерявый. Что-то он там, они хотели, его девушка не хотела лететь, что-то в Армению или куда-то. И вот это он оказался, что он мне сделал Spotify. То есть, я потом, потом он такой, так это ж я тебе делаю. Я такой, да, ну. А, он тебе зарегал, тебя как-то оплатил. Он сделал Spotify, чтобы я мог слушать там музыку. Ну ладно. А так вот, чтобы мне дали с зала, и я типа. И ты такой, ладно, садись на стул, поговорим с тобой. Такая, это ж не значит, что он войдет в эфир. Ну и что? Типа, да, круто, пацаны, типа, пять пидут. Ну да, все, решалы. Решалы. Да, да, да. Там же главное в конце сказать, решалы, и все. Там иногда вообще не решается. Там такие вещи люди, иногда рассказывают. Вообще там, что попали? Еще мы стали узнавать, нам уже типа, через старые руки говорят, что нас обманули. Нет, это вообще гадство. Ты помнишь, была, приходила женщина, которая в депрессии, помните? Да, в конце выпуска отправили. Да, и нам про нее пришли люди, и прямо на выпуске такие, это она, короче, все, ну, она сумасшедшая. вообще интернет не прощает лжи. Вообще интернет все разоблачает. Вы знаете видео, с индусом, который, или балийцем, который в джунглях сделал базилию. А, домики? Дома, да, да, где они вот эту, музыку, по звуку так, 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 делали землю, короче, где он типа все каким-то кочергой откопал, а в итоге нашли следы эскаватора, и этот экскаватор нашли, и я такой, просто какой козел. Неужели в интернете обманывают? Ну, он зачем обманывает? Это как Георгий Кавказ выяснится, что он все заказывал в Яндекс.Лавке. Да. Это то же самое, всю дорогу. Вот этого крокодила ему он заказывал. Да-да-да-да. Бля, вы знаете, может помните у нас было с детковым шоу Сережа Артем? Не, напомню, в чем суть была? А ты это, а ты это вот так. Да-да-да, а ты вот это там, нет, это ты вот это там, да, ты пупок, блядь, и так далее. И, короче, у нас была одна из идей поехать к Георгии, вот этому Кавказу, Георгий Кавказ, да, и с ним про еду поговорить, вот это, а что бы ты поел, и чтобы он нас накормил, но так мы это и не сделали. Мужик, но он, по-моему, у него даже какие-то корни есть, то есть грузинские, не грузинские, а греческие. По-моему, я не уверен, надо это узнать, я не так сильно погружался. Но он просто начал снимать, он погрузил людей за стол и в будни любого осетинского мужика, у которого есть дача в горах. Любого, то есть абсолютно не, как тебе сказать, не ресторанного вида блюда человек готовил, он именно по-домашнему, понял? Там курицу, какую-то кожу кидает, кошки это снимает. Вот он прям жизнь, понял? Двор. Он просто снял вот этот вайб, атмосферу, то есть он там почти ничего не говорит, он там иногда там типа тост говорил, и все. И там детей собирает всех, подолгает, все, и дети кушают. И там у него там дочки, там знаешь, одной там пять-три, и у них вот такие, он их тарелки, блядь, наложил. И они такие, папа. Я такой, все, чтобы у всех все было. И что, он реально заказывал, оказывается, с Яндексиды? Не, это типа, я говорю, было бы плохо, если бы так оказалось. И он очень смешное видео репостил Вара, Заврубек Байцаев, когда он кошке кинул коровью берцовую кость. Ну, в смысле, я тебе все равно говорю, ну, крокодил такую кость, ну, не перекусит. Вот такую он кинул кошке. Это так смешно. И вот он вот такой тип, на глазах он поднялся, его начали копировать, все эти пузатые кавказцы уже. Ты сейчас следил, давно смотрел его ролики? Ну, я никогда в жизни не следил, они мне попадались. Я не следил. А он нас репостил, кстати, с Биг Мурзом. Помнишь, мы смотрели какой-то ролик, и он нас в сториз выкладывал. Мы там угорали с какого-то видоса, где он, по-моему, я не помню, что он, рельсу жарил, по-моему, или что-то такое уже. Уже когда все продукты, уже все, что живое закончилось, он начал рельсы жарить, и мы вот что-то такое уже смотрели, угарали. И чердак уже тушил. Да, но он сильный тип. Блин, а я какой-то видел последний, что он уже с какими-то такими же мужиками, как и он. Что их там уже трое, и они уже там просто у них застолье. Да, да, да. Так там был еще Женя Синяков из Comedy Club. Да, 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 Но я просто, я вот понял, чем отличаются кавказские вот эти мужики от русских мужиков. Кавказские мужики, они вот бухают на природе, вот это типа мясо, а русские в гараже. Типа вот можно то же самое только вот сделать. Саша, Саша гараж вот этот, и он там каждый раз в гараже вот эту машину заводит и задыхается. Не, ну я, честно говоря, все, это все в детстве так этого много было. Это так тяжело, это такое бремя быть. Мангалов смысле? Быть маленьким. Ну и мангалов, кстати. Я реально искренне люблю жарить мясо. Вот как бы это ни было, типа что эта картинка совпадает со звуком, но я реально люблю стоять у костра, смотреть на угли, запах. Вот то есть если вот куда-то пацаны едут, мы были на даче как-то с пацанами толпой, и была что-то зима. Артем, может ты помнишь даже, мы туда приехали. Я был? Ну по-моему, я точно не помню, там много людей было, из этого уже не помню. И я вышел, я стоял просто на снегу и с кайфом, с кайфом у костра жарил мясо, пацаны подходили, что-то там отдавал, там раздавал. И пацаны говорят, да хватит жарить, вернись в дом, типа посиди в доме. А для меня это прикол, после Москвы, после кофе в стаканчике, просто у костра, понял, вот у костра постоянно, разжечь этот костер, поругаться с кем-то, типа не лезь у костра, только один хозяин, вот это, понял, мне так это нравится. Для меня это прям, я реально супер ослабляюсь, супер ослабляюсь. Здесь в городе не хватает, кстати, вот этих вот природных эманаций. Мы недавно были с пацанами, когда позавчера в центре просто шли вот с Расулом, с Темой, с Ибрагимом, и стояло каких-то пять деревьев посреди Тверской, и мы просто остановились нюхать запах липы. Да, да, да. Блин, как круто, как круто, пацаны, как круто. Как сильно. Ну мы просто начали проходить, реально, и такой запах, знаешь, приятный. Да, вот три метра, ни до, ни после этого запаха нет, вот в трех этих метрах есть прекрасный запах. Это липа была? Да, липа, липа. Или зеленый чай? Нет, это точно липа. Блин, очень круто. Да, 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 сильно не хватает вот этого. Я хочу собрать всех за городом. Сильно. Но это так разбивается. Блин, ну в Москве стремно с этим. Мы недавно пробовали, еще очень сложно с тем, что ты, что бы ты не хотел снять в Москве, ты сначала попадаешь в место, где ебут тёлок. Это точно. Там не решает ни цена, ничего. За любые деньги есть места, где разноуровневых тёлок. Я даже на день рождения хотел себе снять квартиру в Москва-Сити, чтобы отметить с друзьями. Ну я и сделал это в итоге. Но первая квартира, которую мы приехали смотреть, там вот, ну из описания, там всё соответствует, но в центре холла стоит кресло в виде красной женской туфельки на каблуке. Не-е-е. Ничего нельзя трогать, там вот это ни к чему не прикасаюсь. Блин, с лампой туда зайти вот этой. У меня, кстати, вот познавательный момент. Я узнал, что в копилку эрудита, что коммунальные платежи в Москва-Сити доходят до 70 тысяч рублей. Что? Ну, вода же там, ей же сложнее подниматься на 98-й этаж. Вот она и больше стоит. Конечно. А допустим, у нас на Кавказе вода 10 рублей стоит, да? Подожди, 70 тысяч рублей. Там же ты живешь как в гостинице. Ну, окей, да. За тобой все делают, у тебя мусор выносят, там уборщица, по идее, к тебе приходит. Типа прям домой к тебе приходят? Я думаю, что да. Я живу тоже в хорошем доме, но нет такого. Это что тебе вообще должны делать, что ты 70 тысяч? Это получается твой дом нехороший? Ну, бля, кстати, я вот жил в доме три месяца или четыре, вот заехал в крутой дом и три месяца сам выносил мусор и не мог понять, почему я никогда на людей этих не попадаюсь. И в целом на меня как-то странно смотрят люди. И потом я увидел, что оказывается у всех на этаже есть просто вот зеленый бак, туда скидываешь и они выносят. И я как будто я только потом стал думать, что я выглядел как вот этот тип, нет, это мой мусор, туда вдруг кто-то подсмотрит. Это мой мусор, настолько с ума сошел. Это мой мусор. Блин, вообще вот ты говоришь про хороший дом, нехороший, в целом уровень градаций, зажиточности в Москве для меня недостижимый. Вот сколько лет живу в Москве, мы сегодня гуляли на чистых прудах, я каждый раз попадая на чистые пруды чувствую себя, ой, я только переехал, я пятиканты, вон какие люди. Ну ты имеешь в виду, какие они там, на каких тачках, на какой одежде. Да, 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 вот весь, на шаге, все атрибуты социального статуса. Так это чистые пруды или патрики? Патрики, что это? Мы 3-4 раза сегодня вот так вот промахиваемся. А мы где были? На патриках? Нет, где мы были, это патрики были. Да, все. Нет, ну в целом патрики такая же тема, там такая же тема, она не сильно отличается от чистых прудов. Ну нет, отличается. Нет, патрики получше, вот это были патрики. Но вот патрики, это вот эта блестка на лице, знаешь, этот патрики. У тебя патрика знает. Мне патрики нравятся, если вот убрать полностью людей, очень прикольно. Как, я не знаю, я в Париже не был, но патрики. Вот допустим, когда помнишь, той ночью мы ходили, выходили, очень мало людей было. Когда с турецкими икаганами вышли? Нет. Не этот день? Ну ладно. Когда мы на самокатах катались, когда я чуть не упал, людей вообще очень мало было в ту ночь на патриках. Да, да, да. Вот, да, ты правильно. Там реально очень красиво. Если убрать вот эти все шумные машины, всех этих роскошных женщин красивых, как много там красивых женщин. Можно много говорить о том, чем они на жизнь зарабатывают и так далее. Это не наше дело. Просто остальные. Они просто красивые. Они просто красивые. Блин, мне нравится, что там люди, знаешь. Я вот, когда вот, если бы там не было никого, я бы такой, да и смысл, это любой другой район. Так ты оттуда убегал. Ну нет. Ты убегал оттуда. Ну это потому, что меня панички иногда ловят. Я вообще с Наташей туда еда захожу, мы там сидим, где-то кушаем и вот эта машина. И я такой, блядь, срося домой. Мне плохо. Уже я домой хочу, Наташ. Все, я не могу. Все, уже макарошки. И там вот эти машины постоянно ездят, тут газ дают и просто мне панические атаки вызывают. И все. А газ там дать можно ровно на 3,5 метра. Это много. Обычно они... Обычно меньше. Они там друг в другу вот так доедут и типа вот так. И там показ, бля. Вот там... Я не понимаю, почему до сих пор ни один какой-то вот крутой вот... Как это сказать? Дизайнерский дом, модный дом, я не знаю, России. Никто не сделал вот там показ на Патриках. Там надо перекрыть вот эти дороги и сделать, чтобы там вот все типа показ сделали. Но может потому, что это будет неоригинально. Типа там и так это происходит. Мне кажется, это вот как раз подчеркнуть это. Всех оцепить этот район, грубо говоря. Всех убрать людей и сделать там показ мод. Вообще так смешно... Игорь, всех убрать. Игорок, Игорок. Так смешно, да, пацаны, что это же все колхоз. Ну реально. Что именно? Я опять-таки не там... Не сверху вниз это говорю. Давай так. Что ты имеешь в виду по словам колхоз? Колхоз со стороны парней на дорогой машине проезжать по одной улице, делать круги. То есть там же прикол в том, что они круги делают. И вот эти девушки, которые туда ходят, вверх-вниз... Они тоже делают круги. Они тоже делают круги. Это все... Это один единый механизм. Они друг для друга это все делают. Это точно. И они типа газуют на машине громко. А девочки газуют своим макияжем, понял? Там своим нарядом. Да. Если бы к этому... К их наряду можно было бы приделать звук, то это было бы то же самое. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот то же самое. Да, это все. Да, это все. Это точно. Да, да, да. Прикинь, они бы реально издавали бы... Ну а ты вот не колхозники. Вот эти шестилитровые. Я думаю, что точно. Ну типа, чтобы быть не колхозником, надо труд проделать над собой. А мне кажется, не труд. Мне кажется, это надо родиться в другом месте. Нет. А, в другом месте. Да, это важно. Это важно. У вас в какой-то такой семье высокого порядка... Да, да, да. Я понимаю, пожалуйста. Сложно быть колхозником. Нет, нет. Это состояние... Это все... Это состояние души. Нет. Это вот как русские. Это состояние души. Вот так же... Мама у меня... Мы голубых кровей. Вы... Да. Вы такие, как вы, горцы. У нас в огороде батрачили. Они там стройки строили. А мы им платили, чтобы они у нас работали. Вот такая женщина. Она вот очень строгая была по всему. Но она говорит, вот как я, как? Я не понимаю, как ты? Ты в городе жил всю жизнь. Как из тебя такой колхозник вырос? Мама тебе говорит. Всегда. Вот по сегодняшний день. Ну что, хорошо. Что мы подразумеваем под колхозник? Для меня... Почему я сказал, что это все колхоз? Потому что это так односложно. Это настолько тупо банально, что ты на машине газ нажал, и она такая... Не скажи, не скажи. Это все зависит. Ого, у него шумная машина. Вот скажи честно, ты же в фифу играешь. Да. А я потрясающе играю в фифу. Давай вещи сами имена. Вот тем более. Да. Ты же играл там, допустим, за пассажей, брал Месси. Когда ты берешь Месси, тебе же хочется в одного опуститься по флангу, всех обвести еще с дальнего удара, понял? Да. По газам, да. Вместе взять и дать по газам. То же самое, у него под ним находится 6,300 каких-то литров, понял? Ну, в моей голове как будто бы когда у тебя есть... Вот, короче, вот как я думаю. Я не знаю, как я буду себя вести, когда у меня это будет. Я тебе могу сказать, как ты будешь себя вести. Потому что я был с тобой в Дубай и все это видел, как мы на арендованной машине. Это самый... Вообще, у него был бы хвост, но он бы им вилял. Реально? Он нас пускал от ног. Расскажи, что ты заметил. Расскажи, что ты заметил. Расскажи. Как он там с Нуриком друг друга они обгоняли, типа. Это вообще лучший день был в жизни. А что за тачку-то, бро? Мы весь день просто с друзьями. Мы весь день просто с друзьями были колхозниками. Да, да, да. Факт, факт. Это был лучший день. Мы делали полный колхозный день. Мы на крутой тачке приехали в Мол, купили все бренды, которые можно. Бля, мы колхозники, это факт. Конечно. Это факт, мы колхозники. Ну, хорошо. Единственное, что мы не делали, справедливости ради. Да, я рад, что вы присоединились ко мне, пацаны. Не, не. Тут, короче, не совсем тоже. Вот, Паш, рассуди. Не то, что я оправдываюсь. Мне сложно. У меня нет доказательств, что я не колхозник. Вот так я скажу. У меня вообще ни одного доказательства. Но, во-первых, первый раз в жизни приехал в Дубай. Я с Владикавказом. Это не надо забывать. То, что я на флаконе пью кофе. Типа, сколько? Последний год-два я всю жизнь в Владикавказе прожил. И я попадаю в Дубай. И меня встречает Гурам на Ламборгини. Я умер или что вообще? Я выхожу, я вижу, это Ламборгини, в которую можно сесть. У нас в Владикавказе... Не сфоткаться, а сесть. Да, да, да. К нам приехала Ламборгини, она встала у отеля и тогда еще все в ВК сидели и вышел пост в группе, типа, что-то послушано Владикавказ или что-то такое, что Ламборгини в городе. Весь город был через 15 минут у этого отеля. Все фотки. Вот что такое Ламборгини, понимаешь, откуда я? А тут я на ней еду. Просто Гурам забрал, мы что-то пересели, я за руль сел. Я там с ума сошел. Там все машины были. Все машины были. Гелики, Бентли, Макларен, Роудс-Ройс. Мы же с ним на Карше ездили. Да ты газуешь. Ты даже на поло делаешь вот это. Он какой-то 110, знаешь, лошадка выжимает бедных лошадок. Монгольских вот этих низкорослых. Ну, короче, да, наверное, да. Но я подумал, вот что, когда у тебя есть такая тачка, такой аппарат. Да я тебе точно говорю. Блин, да, я тоже думаю, что... Можно выдохнуть уже. Да, да, это отправление мужских особенностей, инстинктивных животных, странно строить из себя академика наук, где нужно быть колхозником. Это же та ситуация, где... Блин, а реально есть такие ситуации, где прям надо быть колхозником, пацаны? Да, да. Реально, где выгоднее и грамотнее быть колхозником, чем нет? Такие есть ситуации? Ну, я как раз больше не люблю людей, которые пытаются из себя строить что-то больше, чем, так полагается, что он есть вообще. Блин, ну я вот точно могу сказать, что я бы хотел бы не быть. То есть мне нравится вот это какая-то что-то, что-то. Я, блядь, это мне все уже не чуждо. Но вот это сидеть, вот это с тобой в Ламборджини или где, в чем мы там были, и вот это, когда кнопки, как в самолете, и ты такой, да! Да, 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 да. Аскеток, пожалуйста, уже сосуды останались, Кеда! Я так не делаю! Да, да, было круто вообще, было круто. И как быстро я к этому привыкну, не представляете. Я уже где-то к середине дня, когда мы взяли Урус, мы каждый день заезжали в к ребятам в Йо Флит, крутые ребята. Эй, расскажи, как Урус катался. Обязательно к ним обращались. Расскажи, как катался у Урус. Да, респект чувакам в Йо Флит. Да, да, они тачки там давали. Хотя бы два газа расскажи, которые дал. Ну вот, я говорю, мы приезжаем туда и мы меняем машину на Урус, Ламборгини Урус. А для меня Ламборгини Урус еще круче, чем просто Ламборгини. Это джип Ламборгини. Это вообще с ума сойти. И мы поездили где-то, ну не знаю, часов пять и мы все такие, не, это не то, это надо сдавать. Это надо сдавать, это надо сдавать. Гурам, звони срочно, это надо сдавать. Это Ауди какая-то. Просто вот за скоростью света я привык к тому, что Урус это уже отстой. Но когда тебе дают выборку из столько крутых машин, ты среди них тоже начинаешь делать градацию. Ты такой, ну мы проехали на Гелике. Помнишь, мы ехали на Гелике вот этом, блядь, где ручка, что-то. Да, да, да. Это машина. А тут тебе дали что-то, ну Феррари тоже машина. Тут дали какой-то, бля, это Кашкай нахуй или что это, блядь? Ну да, Урус, короче, вообще не доставляет, чуваки. Я вам реально говорю, я сел за салон меня реально не доставляло. Я просто такой, это меня. А почему, а в смысле, а что, чем отличался он? Он весь пластмассовый, он весь скрипучий, и в нем нету момента, как в ламбе, что он гончий, резко дает, понял? А, да? Но в нем и нет момента, как в Гелике, что ты типа на аппарате едешь, да, что ты едешь на танке, короче. Он какой-то застрял между, он не понял, кто он. В нем внутри вот нету, ты садишься, нету вот этого монолитного качества, знаешь, где-то такой, пацаны в нем нету духа колхозника. Вот в нем слишком много, как будто этого было, наоборот, то есть он такой, он казался, он хотел казаться круче, и он такой, типа, мы с Феррари, блядь, одной вообще парой. Да, 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 и оказался вообще очень Оказалось это, да, просто кошка и в платье. Лековесная машина, да, 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 да. Но было круто, город на меня такое впечатление произвел вообще Дубай, мне так понравилось, и мы там с Артемом, с Артемом, с Артемом, и мы там с Артемом уже друг другу кляли, что надо сделать все, чтобы три месяца в году жить в этом городе. Такие, надо все сделать, чтобы возвращаться сюда. А я вообще другое слышал про Дубай, И, кстати, Артем вернулся, он выступал там, он ездил, а я не вернулся. А я вообще другое слышал про Дубай, что это типа, ну вот, жара, жара, одна, две там, какие-то крутые улицы, и... Ой, все это не слушай уже. Не-не, все правильно, ты слышал, там очень жарко, но весь прикол в том, что там по городу прям ты не гуляешь. То есть ты либо в отеле где-то, либо в тачке, то есть ты где-то, то есть ты где-то там, где вообще не жарко. Очень много кондиционеров. Короче, этот город не подходит тебе, если ты продолжаешь в нем жить, как в Грозном, понял? Да, если ты хочешь погулять, там вот, это вот насколько, что там не гулять. Мы когда приехали, я приехал еще с Самвелом, и Самвел типа жил в другом отеле, а нас привозят к моему отелю, и я говорю, давай ты от моего вызовешь тачку и доедешь. А он с чемоданом вот этим из ручной кладицы, он такой, нет, я прогуляюсь, я пешком, я уже... А я в этот момент из Москвы вылетаю, записываю кружочек, говорю, пацаны, скоро буду в Дубае, там, типа мне лететь не так много, я скоро буду. И все, и я ухожу на том, что Артем завтракает, а Самвел уходит к себе в гостиницу. Я прилетаю, и я прилетаю в Дубай, открываю чат, в котором Самвел с красным уже сгоревшим лицом какую-то эстакаду с чемоданом, понял? Который дробит, дробит, там какая-то, это было, стыки, короче, у него дробит чемодан, я такой, я уже в Дубай прилетел, ты как еще не в отеле? Да, да, он просто, а он там, типа не дойти, то есть он включает навигатор, и там, ну вот чуть-чуть, а там нету пешеходной зоны, то есть он идет вот так вдоль, идет по трассе, вот так машина вот так возле щек просто проезжает, и он вот в таком промежутке двух сантиметров с чемоданом идет, и он доходит, и там нету дальше, некуда, все типа, и он разворачивается, идет обратно, я кстати не помню, как он в итоге дошел до туда, но как-то он дошел до своего номера, просто в небоскребе, шестикомнатная квартира, ну хорошо, ладно, вот такой вопрос вам задам, а что, есть у вас друзья не колхозники? У меня есть, ну да, я бы сказал, что есть, я познакомился в отпуске, мы познакомились с семьей, таких, можно вопрос, кто для вас не колхозник? Из известных людей? Вообще. Мне кажется, это интуитивное понятие. Да, вот я скажу. Короче, я вот тебе скажу, для меня не колхозник, это человек, который занимается в жизни всем тем, чем он занимается, не из необходимости выжить, короче, у него не было этапа в жизни, когда он выживает и пытается обеспечить свое существование, вот все люди, у которых все базово было, и у них там были репетиторы, образование, поездки, и расширенный кругозор с детства, то есть... Они не колхозники. Я считаю, что это люди, которые, ну, не колхозники. Колхозники, это те, кто, мне кажется, Ты перечислил каких-то, типа, жидкарей какие-то. Не-не, я тебе говорю, жидкарей. кстати, отчасти... Ну да, все есть, и там оттуда его вынешь, понял? На несколько секунд куда-нибудь там в микрорайон закинешь, он все сдохнет. Вот это байки для нас, вот его вынь, и он уже ничего не сможет, а мы, смотри, какие крепкие, мы вот такие сильные, и дедные все. Я знаю, допустим, много чего, я из-за того, что мама, допустим, была строга по образованию, и говорила, что вот вам такое-то время, вот учитесь, если не будете учиться, прогулка, выход на улицу запрещается. И очень часто бывало, что я сажусь, сделаю вид, что учу, не выучил, и мне запрещали. Ну, в общем, и когда с возрастом я начал понимать, что вот ребята, которые, знаешь, там покрутились довольно-таки долго, по улице, и я по-разному могу договориться насчет любой фигни с человеком. Я такой, я бы хотел, и мне бы очень было бы удобно, если бы вы мне вот так вот, они такие, раз-раз подойдут, чип-чип-чип-чип-чип-чип, пару-три слова закинули, все такие. Ну, ну да. Люди умеют двигаться, ну, в смысле, движение. Я вот не очень согласен с позицией относительно выживания в плане колхоза, и с точки зрения финансовой вообще какой бы то ни было успешности, потому что наверняка и ты знаешь много колхозников с деньгами. Ну, вообще колхозники бывают. Это факт. Давайте так, колхозники, это те, кто хотят больше, чтобы они казались. Тогда получается, колхозник, это тот, кто у него ничего не было в жизни, он чего-то резко добился и такой делает вид, что как будто он всю жизнь был такой. Ну, вот я не договорил, я не договорил, а для меня это то, что жадность, когда проявляется твоя жадность, то, что ты жадно, понял? Ты жадно это все вычурно транслируешь, что а теперь я тот, вот это, понял, ты это, ну, вот для меня вот это колхозник, типа, глянь, что есть, это вот, то есть я понимаю, что и богатый есть колхозник. Но говор у тебя был похож на Сульянова сейчас. Но, реально, я думаю, что это вот для меня лично вот в этом заключается, что люди... Для меня вот, знаешь, не колхоз, я бы сформулировал, я примерно понимаю, о чем ты говоришь, что не колхоз это отсутствие пошлости. Да, точно, вот, я это хотел сказать, слово классное, пошлость, да. Да, и для меня колхоз и пошлость есть и, ой, я так люблю арт-хаусное кино, это тоже колхоз, просто с немножко интеллектуальной окраской. Да, да, вот на поло поднять вот воротник, это колхоз? Да, я думаю, да. Я думаю, да. На поло, понял? Ну, хорошо, давай так. Если ты ездишь на поло. Вот пример не колхозника, вот пример сильно не колхозника, да, например, для меня. Вот я такой, вот этот человек точно не колхозник, Валерий Георгиев, дирижер. Вот я на него смотрю и такой, вообще даже у него настолько аура интеллигентного человека, что даже где-то в радиусе 10 метров, кто бы не стоял, я такой, ну это не колхозники, они все не колхозники. Кстати, у меня вот на этаже живет в Грозном дирижер, блин, я забыл, как его зовут. Как? Не помню. Он, наверное, не слушает. Это, в общем, а я к тому, что он тоже вот такой весь, знаешь, он такой, здравствуйте, проходите. Он такой, знаешь, воспитанный, без лишних слов, такой, знаешь, там что-то подсказать может. Он даже перед тем, как подсказать, было такое, может, я могу вам подсказать, типа, знаешь, такой. А разве не все до единого чеченца такие? А он русский, он дирижер, я просто дирижер, ты сказал дирижер, я его вспомнил сразу, своего соседа, на этаже со мной живет. Ну ладно. Не колхозник. Не колхозник. Дирижеры, походу, все не колхозники. Хорошо, и что его в первую очередь делает тем, что он не колхозник? Блин, вот, а как, давайте подумаем. Воспитание. Интересно, как выглядит дирижер колхозник? Мне вот интересно, вот он, в чем проявляется его вот колхозник? Наверное, в движении вот этой. То, что он из машины этот, управляет оркестром. Соль-мажор, ёб твою мать, там шепот. Не, у него золотая палочка, понял? Он золотой, со стразами какой-то, понял, дирижирует. И при этом не в каком-то пиджаке, а просто свитер. Да не, пацаны, у него все то же самое, все вот, просто вот этот наряд, как называется, фраг? Да, да. У него просто вот этот воротник, понял, подвернут. Да, и на всю спину Филиппляйн, самый для меня отвратительный колхозный бренд. Филиппляйн. А, еще, и сразу можно, сразу на человеке можно крест ставить, если он в Бальмейне. Вот два бренда, которые я понял, Бальмейн и Филиппляйн. Бля, какие у них джинсы шикарные, Бальмейн, по-моему. Я вот был вот как раз таки в Дубае, и я просто посмотрел на всех людей, которые в этом магазине. Подожди, предъяви ему, что он колхозник. Кто? Почему ты уходишь от темы? Я продолжаю ее, я ее продолжаю. Вы помните? Я в этом и так признался. Да, да, и мы просто уже настолько нас возмутило, как там выглядят все, что мы зашли туда, мы зашли смотреть, что люди покупают, и я просто, ну вот представь себе базар, да, и вот в Адлере вот этот мужчина, который такой лысоватый, на нем футболка пола, которая невероятную перегрузку испытывает в районе живота, потому что она сильно натянулась в районе живота. И в районе подмышек тоже. В районе подмышек, и бока сзади, вот сзади над ягодицами, еще одни вот эти бока, и шорты, и ремень. И вот все эти вещи там можно купить. И, кстати, можно купить футболку со стразами мужскую. Футболка со стразами мужская. Это же магазин Людвига Байсера. Это вообще почему перестало быть административным правонарушением? За это надо штрафовать. А Людвиг Байсер знает о таком магазине? Людвиг Уэнслоу? Байсер. Да, я не знаю. Машалла, машалла, вот это. Это, который машины хвалит. Да, да. Ну, короче, я не знаю. Я знаешь, как их определяло, вот этих людей вот там? Это вот как будто вот все, вот как ты сказал, вот с Геленджика, вот она, по которой без футболки. Да, да, да. Вот так все. Но только они при лютых деньгах. Они такие, а теперь я, бля, буду здесь. И вот их очень много, безумно. То есть ты смотришь там, как Луи, там люди в очереди просто стоят, типа ждут своей очереди, чтобы в этот дом пустили. И там все они, вот эти футболки черные летают со стразами. Меня еще так, меня еще так, знаешь, забавляет, что они так все в очереди стоят. Вот прикинь, ты пришел покупать Луи Вьютон, и ты стоишь в очереди, блядь. Прикинь, как это странно вообще. Ты тратишь 400 тысяч, условно, на пиджак, какой-то, жакет, что-то, накиды, и тебя в очередь поставили. Вот это как раз таки о том, про что мы говорим. Понимаешь, они смогли сделать это так, что они такие, нет, вы, блядь, со своими колхозными, мы знаем, зачем вы приходите, 90% людей, но будьте добры, у нас свои правила. Вы там в очереди постойте, у нас типа модный дом, вы, они все хотят зайти, вот так, сумка, чтобы я приехал в Москву, и все я вы. А они такие, вы, пожалуйста, вот встаньте, аккуратненько, по одному зайдете там. Блядь, а как себя дискомфортно всегда чувствую в этих магазинах. Меня вообще все время разъебывает, что сколько бы я не зарабатывал, всегда есть магазины одежды, в которые у меня нет одежды, чтобы зайти. Да, 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 но я вот так, да, в Болинсиагу заскочил. Я просто за Артемом, Артем с двух ног влетал в эту Болинсиагу, я заходил, то так, что там, что там, что там, но первый раз мы зашли в магазин, нереально, ну я что-то попримерял, но ничего, то есть я понимаю, что ты стоишь 60 тысяч, на меня еще Артем смотрит, просто сильно меня винит за то, что я ничего не покупаю. У него такой взгляд, типа купи, ты подводишь всех, а все уже что-то купили. А я реально, то есть были нормальные футболки, но честно, я искренне такой, ну я не хочу эту футболку за 60 тысяч. Там была вещь, то есть я его укорил не за то, что типа купи, а то мы все купили, ты не купил, а за то, что там он померил, и была вещь, которая так отлично, то есть там Гурам, я такой, бля, как круто. Это которая, лонгслив, которая порванная, она была порванная в районе трапеции, и кожу видно было. И меня это понял чуть-чуть. В Дубае ты такой, да нормально, нормально, что, ну все модные, ну тут все модные, но я в подсознании орала, такой, нет, нельзя нам, нельзя порванную футболку надевать. Ну и там тоже не на всю спину дырка, а типа, ну там маленькие дырочки. Да, маленькие дырочки на трапециях, короче. Но я решил такой, ладно. Ну было круто. Да, она реально крутая, вот я пока себе не могу позволить так вкинуться и выйти на полном серьезе, но она крутая. Вот честно, большая часть меня восхитилась этой вещью, но какая-то часть, и мы потом ушли оттуда, мы ушли, я такой посмотрю, я походил по всем, мы зашли во все магазины, всякие, Диоры, ну и в Сен-Лоран мы не зашли, там очередь была, мы не стали. Ну вот Гуччи, вот все, все вот это, все вот это, то, что вот брендовое, мы везде зашли, и я в итоге понял, что, ну, там смешно, в Диоре было кеды, которые тебе из Парижа прислать должны. А-а-а, очень смешно, ну то есть, мы заходим в Диор, и там кеды, которые я только на картинках видел, и я такой, боже, как я бы хотелось померить, размер свой узнать, то есть, как на ноге, и там подходит девушка, я говорю, вот такой размер, а я мерю, я говорю, не подходит, я говорю, какой размер, я называю, там 9,5 вес, и она вот так достает телефон, и такая, ой, они только в Париже, но мы можем заказать их, и их типа там через 2-3 дня привезут, и вы их сможете взять, и я такой, и я вот так, и на вот этой фразе, по-моему, кто-то заходит, вот типа, что они сейчас вам в Париже, заходит хеток на вот этой фразе, мы с Парижа можем доставить вам, и я, то есть, мне так неловко, и я такой, как смешно, что она это вообще без иронии говорит. Да, никакого прикола, это реально функция, то есть, она, да, она такая, окей, а я, во мне все кричит, что я такой, да какой окей, еще хеток заходит, и я такой, ты вообще слышал, что она говорит? И я, то есть, китайцы там какие-то ходят, ау-няу, там что-то там, блядь, разглядывают, и я просто, что-то мы стоим такой, блядь, как ей сказать, что я просто померить хотел? А это не вот этот, суслый, а Nike и... Не, это Dior, это магазин Dior. Да, и там по-русски очень много говорят, там везде, в каждом вот этом брендовом магазине всегда есть человек, который говорит по-русски. короче, они прямо сориентировались, то есть, они такие русские, приезжают сюда тратить свои бабки вот эти. И в каждом модном доме есть русскоговорящий консультант. И нет ценников. Вот в этих богатых магазинах никогда нет ценников. Они такие, эй, тебе нужна футболка? У тебя какой-то вопрос есть? Тебе футболка нужна? Типа, какие деньги? Ты о чем? Они тебе, короче, говорят, тебе понравится вещь? Да. Они тебе вот это дают, тебе нравится? Ты говоришь, да, да. И потом тебе только говорят, сколько это стоит. Они так, что ты такой, мне нравится, ну, и, блядь, из себя вышел такой, ну, это, бля, дорого, ну, это, бля, много. Я там одни джинсы растянул, пока рукой пытался в них найти этот ценник, просто уже глубоко. Знаешь, как слоны рожают, когда им руку в жопу засовывают? Вот точно так же я в джинсы засунул руку, я уже, я уже чуть ли до кафеля не дотянулся, нету нигде ценников. Они тебе просто не говорят, сколько это стоит, до тех пор, пока ты не говоришь, вот это нравится. И он тебе такой, тогда вот 70 тысяч. И такой, я купил толстовку, Артем просто гору, все перемерил, все перемерил в другой Болинсиаге. Подожди, пока вот он говорит, я вот скажу, у них прикольно в Болинсиаге вот эта тема, что ты заходишь в магазин, и там четыре вещи висит. То есть слева мужских четыре, там справа женских. И ты такой, так а что тут покупать? И они такие, что надо? Ты такой, футболки, он говорит, какие? Ты говоришь, длинные, такие. И она такая, пять секунд, дай мне. И с такой кучей выходит, тебе просто как с рынка, вот так их вынесло. Бах! И ты вот в это такой, так вот это, вот это померю, вот это, вот это. То есть все там на складе. Короче, чтобы видимо не лапали руками, первый прикол, чтобы постоянно не беспокоили эти футболки. Они уже в таком статусе. И чтобы не заходили поглазеть еще. Да, да, да. И они тебе выносят, и ты просто выбираешь что-то. И мне что-то не нравится, не нравится, не нравится, не нравится. Потом лежит одна толстовка, Артем говорит, померь ее. Я ее надеваю, и мне так цвет понравился, мне так понравился цвет. И она по ощущениям такая прикольная. И еще, вот эта неправильно сшитая вещь, но круто неправильно сшитая. То есть она сзади короче, спереди длиннее. И я надеваю, и я такой, буля, это что такое? И все, и я беру, и она меня еще на кассе обрадовала, она говорит, на нее типа дисконт. Я вообще удивился, что у Болинсиаги есть дисконт. Да, это вот тоже открытие было. Я ей говорю, а тут вообще есть скидки? Болинсиаги. Да, да, да. Она по-русски говорит. А она из Краснодара. И она такая, да, она такая, есть. А там типа, если ты в приложении, есть у тебя аккаунт, ты покупал, что у тебя есть аккаунт, только там у Гурама был аккаунт. Она говорит, да, есть. И она, а мы, знаешь, когда есть скидки, ты такой, а что есть? Да, факт, факт. Мы чуть туфельки женские не взяли. Ты такой, все, что там на скидках, да, типа, смотреть, если что-то выгодно, мне даже будет не нравиться, мы купим. Вот я такой человек, вот я такой человек, вот если мне не нравится, но это выгодно, я куплю. То же самое. Ничего не могу поделать. Но было круто, мы потом с ней обнялись, сфоткались и кричали на камеру, Краснодар, в Болинсиаге, в Дубае. Вот такой уровень вовлеченности там русскоязычного населения. Что мы там про колхоз говорили? Да, 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 я сразу вспомнил. Да, мы самые что-нибудь. Ладно, все, итог точно, мы колхозники. Я просто, видимо, ну, а что, разве стыдно искренне, ну, хотеть не быть колхозником? Ну, я реально, я бы хотел в какой-то этап жизни перестать быть колхозником, реально. Я бы хотел, чтобы хотя, ну, дети, хотя бы детей вытолкнуть, знаешь, вне колхозники. Это разве не круто? Просто вот в этом колхозном, вот этом движении, там столько эмоций. Ну, представляешь, столько вот именно настоящих вот этих, вот этих, которые... А там, что думаешь, нет? Я думаю, у них точно очень много здесь. Вот очень хочется понять, есть колхозники, а антагонисты, это как называется, это кто? Эстеты какие-то, наверное. Аспиранты? Я думаю, что это люди, которые, смотри, колхозники, может быть, вот так, антагонисты, это те, кто двигает человечество, развивает его, что-то оставляет после себя, а колхозники, это которые с кайфом пользуются тем, что придумали вот эти. Это которые используют, потребляют. Это вот потребители, понял? Мы потребители. Вот, А они именно генерируют. Вот те типы, они придумывают, они нам придумывают PayPal, чтобы мы платили, понял? Спикалки. Они придумывают электрокары, они придумывают медицинские препараты, они придумывают эти, как это правильно сказать, методики обучения, понимаешь, они вводят какие-то инновационные штуки, в космос летают. И самый прикол, что одеваются они в одежду, которую создали для колхозников, вот в этой дешевости. Где-то я слышал, хочешь разбогатеть, что-то там придумай для бедных что-то. Вот такая тема я слышал. Ну, еще вот тоже, знаете, очень многих, то есть мы такие, какие, как они просто одеваются? Но это там, типа, истерия Стив Джобс в своих New Balance, там, и еще кто-то. А в большинстве случаев, у них, их одежда просто настолько дорогая, что на ней нету бренда. Да, да, то есть одежда, она имеет вот это там, Balenciaga, допустим, да, там все в брендах, еще что-то, а есть еще в 4 раза дороже, где она однотонная, и чуть-чуть там где-то на бирке там написано, Лора Пиано там, или еще что-то невероятное такое. И вот они в этом часто ходят. Как эти вещи не выглядят? Я вот у меня было такое, я видел на очень богатом чуваке, и пытался транслировать эту мысль, что какой он простой, вот он богатый настолько, и одевается так легко и просто, типа. А какая у вас самая дорогая покупка? Белая футболка, типа, и джинсы у него были. Выяснилось, что эта футболка Брионе стоит, 110 тысяч. Вот честно, я где-то 2 дня своей жизни был богатым. Самая ваша дорогая покупка из одежды. Есть какая-нибудь? У меня есть, я ее на всю жизнь запомнил. Какая? 14 тысяч за обувь отдал. Что за обувь? Какие-то, это был 2011. А стоила она сколько, эта обувь? Не знаю, короче, магазин Armani, какие-то рыжие, вот такие высокие, не знаю, как это, короче, обувь, не знаю, как называется. Кроссовки. Не кроссовки. Вот это кроссовка туфли? Нет, вот эти высокие, как кеды. Ботинки? Наверное. Обувь. То, что на ноги одевают. Обувь. Вот обувь. Не знаю, как еще объяснить. И что, это было Armani? Подтимки. Да, в короче, я зашел, я вижу, они очень такие, знаешь, прям подходят под цвет моих волос. Ты увидел их и влюбился, да? Сразу. Я настолько в них влюбился, что когда приехал домой, мама спросила, сколько я отдал, я соврал маме, понял, типа. Чтобы она не расстроилась. Тоже сказал, типа больше. Не, я сказал, типа, 4-5 тысяч. 5 тысяч. И потом, где-то через месяц, я попал в такую, какую-то ситуацию, где их, короче, ну, испортил. Да, серьезно. Да, и в такой после этого, да, ну, зачем? Типа, зачем себе такую покупать? Зачем ходить в такой обуви, если ты, знаешь, не можешь потом себе еще раз такую купить? Ну, неплохо, кстати. Я не знаю, я зависим от покупок, это точно. А какая у тебя хиток? Ты помнишь, какая у тебя самая дорогая вещь? Именно вещь. Да. Ну, вот это, наверное, вот эта толстовка была, я дороже ничего не покупал. Она стоила тысяч 80, что-то такое. Я дороже, чем не покупал. Не знаю, ну, наверное, какая-нибудь куртка 100 nylon 1045, она была по дисконту. А ты, Артем? Да я вот сейчас думаю, что-то... Ты же хочешь, чтобы мы тебя это спросили? Не-не, я не могу... Да скажи, Артем. Ну, что, ты дороже покупал что-то, чем, например... 80 тысяч. Не, наверное, тоже что-то... Вот кроссовки ты что-то брал? За сколько кроссовки? Кроссовки? Я вот, мне же почти все кроссовки мне подарили. А, все дорогие. У тебя же какая-то куртка из 100 nylon, по-моему. Ну, есть, да, но я ее шил там по сейлу. Я ее шил. Вообще, в целом, подкасты с кортниц были в Дубае. А какая тебе самая дорогая вещь? Да мы в этом... Самый прикол, что мы такие... Да мне все подарили. Да мы вообще в афиге, что происходит. Я, знаешь, я каждый раз был в шоке от того, что происходит, что мы на вот этих тачках безумных... Я просто в клипе 50 Cent жил неделю. Я тебе серьезно говорю, это было так круто, что мы вот эти все детские мечты осуществили. То есть ты по 3-4 мечты детства в один день у тебя осуществляется. Это безумный какой-то... Реально, мы сделали все, нас в конце только не выебали. Вот все. А так мы все вот это попробовали. Это вообще было. Вот прикинь, мы на Урусе несемся, Нурик с пацанами остальными на Роллсе, мы гоняем по Дубаю, по Пальме, мы на перегонки едем, чтобы поиграть в фифу. Это просто... Это мы как с кадами. Вот прикинь, как внутренний ребенок радовался, что мы на крутых тачках с пацанами все клево выступаем, артисты все, и мы еще и в фифу едем играть, и мы даже не по важным делам ехали. Мы ехали в фифу играть. Это же... И мы еще в фифу поиграли. Это было... Ну, это, короче, прикольно. Пять дней было прикольно. Так жить невозможно, это факт. А еще раз поехать отдохнуть вот так? Я вот... Вот мне Дубай понравился сильно, я прям четко понимаю, потому что там были пацаны. Вот мы были вот нашей компанией, и ты все время смотрел по сторонам, и видел их реакции, и мы все делились реакциями, и мы... Да, это факт, что твой отдых зависит от твоей компании. Это вообще... Вот без них я бы, скорее всего, даже, может быть, в моменте такой... Ну, все, я вас понял, у вас тут все... Да, закислил. Ну, как-то вот был... Я бы начал, наверное, такой, эй, я вас понял, вы все плебеи. Вот я бы, может быть, даже в это ушел бы, что у вас все вычурно, вы все колхозники, и мне тут все не нравится. А так были пацаны, были эмоции, я еще знал, что... Короче, я знал, что там может быть, ну, так себе, что мы едем в один большой торговый центр, и поэтому я такой, надо эмоции. И я заранее подготовился, я забронировал себе прыжок с парашютом, я такой, как бы поездка ни была, я прыгну с парашютом, и это точно будет, это будет событием в этой поездке, которое оправдает вообще все. И я вот прыгнул с парашютом и сильно кайфанул. Сильно кайфанул. А ты боишься высоты? Ну, нет, как оказалось, я же прыгнул. Вот. Ну, короче, мне очень понравилось. Блин, но к разговору о компаниях у меня обратная ситуация. А что, на сколько мы пишем, пацаны? Может, в ФИФУ пойдем поиграем? Сколько? Час 23. Да пойдем в ФИФУ играть. Это больше, чем нужно. На ламоргини. Можем закончить какой-то есть троточкой. До свидания. Чтобы она просто заканчивала. Да. Не, ну а что? Почему? Нормально. Мы вам расскажем. Ну, короче, ну да. Ну, давай, пойди покури, мы закончим. Я сейчас расскажу как раз историю. Я согласен насчет того, что компания очень сильно помогает. Где бы ты ни был. Я вот говорю, я был с Пашком Дидищевым и с Макаром в Индии. Это худшее. Это было параллельно с нашей поездкой в Дубае. Мы смотрели сторисы, как Макар и Паша на каком-то мопеде по самой узкой на свете улице через лужи и какое-то дерьмо пробираются в ужасную, клоповник. А мы в этот момент в гелике 6,3, зеленые, изумрудные, даем просто там бурж-халифа, закрытые клубы, тусовки. Я такой, зачем они добровольно в это поехали? Это такая антисанитария. Это было как круто, вот к разговору о том, что компания все решает. А, тут я согласен. Да, где ты находишься, в любом месте. Индусы нас так сильно разъебали. Это был такой опыт и ментальный, и с точки зрения знаний. Я так сильно с этого угорал. Я вывел для себя один закон, что индусы супер... Это же очень древняя культура. Они же причем никого особо не победили насильственно. У них другой способ. Они всем сдались и поглотили. Все, кто не приходил захватывать индусов, они такие, да, конечно, коммунизм, отлично, мусульманство, лучше некуда, фашисты, заходите. У них есть все, они всех приняли, и все в итоге растворились в индийской культуре. Осталось, какая была индийская. Прикинь, что за прикол. Да, я подумал, что индусы захватят мир точно, если разберутся, что обуви есть разные размеры. Вот это... Ай, как смешно. Вот это они не могут понять никак. Смысли, смысле? Ну, то есть ты можешь видеть пиздюка, который в дедовских куда-то побежал в тапках, или наоборот взрослый мужчина заломал тапки. То есть они вообще не понимают. Они вот, ну, какие увидели, где в таких и пошли. Антисанитария меня не смущает вообще. То есть к этому быстро довольно привыкаешь. Ну, главное следить за личной гигиеной. И самое стрёмное, что я это видел, это немножко вонять будет, но мы первый раз с женой приехали. Точнее, в первый отель мы жили отдельно от ребят. Мы заезжаем, и у нас при входе в отель, это по индийским меркам пять звёзд отель. Ну, там насрано прям вот при входе в этот отель. Ты сейчас серьёзно говоришь? Да, куча большая. Без комедийных приколов. Да, да, куча коровьего. Ну, коровы же ходят как угодно по улице. Большая куча коровьего дерьма лежит. Но самое страшное не то, что насрано перед отелем, а то, что перед отелем насрано, и в разные стороны от этой кучи следы босых ног идут. А-а-а-а-ай! Им вообще... Но, знаете, вот к разговору о потребительстве мне действительно сильно перевернуло сознание посещения Индии и тот факт, что при таком низком уровне жизни такой высокий уровень счастья, и, возможно, действительно не в деньгах счастья. Я подумал впервые в жизни всерьёз именно там, что отречение от культуры потребительства не несёт никаких за собой сложных последствий. Там тоже есть большая разница между супербогатыми и супербедными, но там нет такой высокой концентрации на культуре потребления, как есть у нас. Когда ты покупаешь какую-то бусики там, я привожу чётки из каждой поездки. Я пошёл за чётками, я подхожу к какой-то бабке, увидел чётки, которые хотели из жёлтого камня. Я говорю, сколько стоит? Она говорит, 5 миллиардов долларов! Я говорю, я возьму за 150 рублей! Она говорит, хорошо. Они живут, они не оценивают вещи рыночной стоимости, они оценивают её, я хочу 5 миллиардов! Дашь, не дашь, давай сколько есть! Понимаешь, то есть у них нет, у них всё не циклится на этом, на рыночные деньги. Но мне кажется, у тебя всё равно неполноценная жизнь будет. Если ты вот, то есть можно быть счастливым, я понимаю, сидя на тутовнике, знаешь, и дотянуться до самой жирной ягоды, которая подальше была, ты дотянулся, и ты такой, да, и с кайфом её, вот так крут, и круто же, и искренне круто. Но для меня, например, очень важно увидеть мир. Я вот когда вот это... Да, да, это от каждого, от себя, от своего внутреннего зависит. Ты сам для себя делаешь, строишь шкалу счастья, шкалу жизни, понял? Кому-то хватает, как ты говоришь, одного тутовника, а для нас с тобой это новые люди, новые эмоции, новые места. Но посмотреть мир косвенно связано с футболкой Баленсиаго за 40 тысяч, понимаешь? Мы же говорим о том, что не все деньги, которые мы зарабатываем, мы потратим на путешествия или на хорошие условия жизни, мы потратим большую часть на... Так это же часть путешествия, Паш. У тебя зайти в магаз, что-то взять. Вот смотри, это же все от того, что у тебя не было такой возможности, и ты когда ездил там в отпуск, тебя семья везла, там, родители твои, у которых не хватало на какие-то излишества. У вас просто было, знаешь, вот это ориентирование стратегическое, только на море. Да, вот ты говоришь, и я так вспоминаю, когда мы с родителем приезжали в Сочи, типа, или куда-то там в Адли, куда-то отдыхать, или там иногда редко, и прям, по-моему, мы раз приехали, и мы, по-моему, все время питались вот этим сыром и помидорами. Да, да, да. То есть какие там, блядь, кафе, какие-то вопросы в какой-то палатке, блядь. Какие вещи, чтобы ты вернулся из отпуска с новыми вещами, ты с ума сошел. Нет, ты приезжал, и у тебя меньше вещей становилось. Да, да, да. И ты это просто часть этого, знаешь. И у меня часто вот так бывает, что я куда-то приезжаю, и я, типа, ну, хожу, покупаю всякое разное, еще и с прицелом на то, что я потом вернусь домой и кому-то отдам, кого-то взгрею. Нет, я про шопинг, это хорошее, но я говорю немножко про другое. Вот я купил себе машину сейчас. Да, какую? Я не знал. Audi A6. О, круто, прикольно. И я купил ее, потому что, мотивируя для себя, зачем я трачу эти деньги, потому что я, когда переехал в Москву, я продал сразу машину, потому что она мне здесь не нужна. Я уверен, что бы ты себе не сказал, это самообман точно. Вот, прошло пару лет, и я такой, блин, ну машина нужна для того, чтобы ездить за город, там, что-то себе придумал. И я купил машину, и первым делом потратил еще 20% от стоимости машины, чтобы купить пиздатейшие диски. Я могу ездить и на старых. То есть все, чем я себя обманывал, с тем, что мне машина для передвижения нужна, ни хера, мне нужна машина и как часть статуса. Чтобы на нее смотрели, чтобы она выглядела и так далее. Круто, круто. То есть это все равно про потребительство. Блин, вообще. Не, ну мне кажется, это не часть, ну я воспринимаю это не как часть статуса. Я, допустим, ты же не оденешь, ты, допустим, в любом случае, ты у тебя, то, что у тебя есть, ты это улучшишь. Там, где ты живешь, на чем ты катаешься, на что ты одет. Даже если у тебя нет средств, ну если у тебя есть там какая-то порванная футболка, ты же ее просто зашьешь, и она будет лучше. Ну я так вон хотел купить за 70 порванную, и не зашиваю. Ее зашивать нельзя. Ну я могу объяснить вот по поводу вот шмоток. То есть для меня, у меня вот такая философия. Я лучше куплю одну дорогую вещь, одну, там она будет стоить, блядь, 40 тысяч, там пусть не 70 тысяч, но одну, и сильно каждый раз она будет в гардеробе, я буду сказать, блядь, что у меня за вещь, чем я куплю вот это там раз в месяц какую-то футболку, какие-то штаны, и в целом потрачу столько же вот на эту одежду, то вот 70, только у меня будет 6 футболок, 9 кроссовок, и все говно. Вот типа ты поносил это раз-два, и смотришь в шкафу, и такой, так, это, блядь, не хочу нахуй. А можно вопрос, при этом ты только... Для кого этот девятый кроссовок? Не знаю. Ну, то есть, и короче, и вот эта вещь, брендовая вещь, она не станет неприятной, она станет только винтажной, все, ты будешь смотреть, уй, блядь, даже вот ты ее 10 лет носишь, и такой... У меня есть такая черта, как, я не знаю, как это правильно называется, типа шоппинготерапия, мне шоппинг иногда снимает стресс, потому что это забирает на себя так много концентрации, что не можешь думать ни о каких других своих делах, ты просто ходишь и тупо выбираешь вещи. Это чисто мама. И выбирать вещи раз в месяц, по 70 тысяч сложновато. Ну, не по ценам, а то, что шоппинготерапия, вот это у мамы. И неважно, там шоппинг, это одежда или там картошка или лук. Мы можем с мамой просто по этому рынку пройтись. Да, даже можно ничего не покупать, просто ходят, узнают, где сколько стоит. Давай посмотрим, что там этот... Пойдем в этот ряды и посмотрим. А хотите, как странно вообще на самом деле походить, повыбирать? Может быть, это, кстати, факт о том, что мы не колхозники в итоге, я разоблачу эту теорию. Хеток не хочет, чтобы подкаст закончился тем, что он колхозник. Да, реально не хочу. Я изо всех сил не хочу это признавать, но опять-таки у меня ноль аргументов и как будто один появился. Вот мы приехали в Дубай Молл. Это типа Дубай Молл. Это самый... Это альмаматор торговых центров. Ну вот Дубай Молл каждый колхозник так и объясняет. Это самое крутое место. Я там был. Да, ну вот смотри, и мы ходили там всей толпой, все, что мы там купили, это носки в Адидасе. По-моему, это самая колхозная хуйня, которая может быть. Это самое честное. Это самое честное. Вот мы прошлись везде, вот все, типа у всех разное количество нулей в Сбербанке, но у всех хватало нулей, чтобы купить ну что-то одно. Мы могли все купить, но при этом никто ничего не купил, кроме носков в Адидасе. Да, мне нужны были носки. Было бы смешно, если бы все купили носки в Адидасе. Ничего. То есть я приехал, я хотел кроссовки купить, но кроссовок я там не нашел. Но Хет, кстати, так вот плохо ходит по магазинам, вот мать, знаете, наругала бы. Да. Он вот как вот ребенок забегает, все, я нету тут ничего. Да ты даже ничего не посмотрел, ты даже вот так вот не подел пальцами футболки, вот так не подел. Ты просто не снял, посмотрел такой, типа можешь померить. Просто вот так забегал. Я однажды был в торговом центре с Артемом Винокуром, ему очень нужно было купить джинсы. И он где-то минут сорок мерил джинсы в Бершке, по-моему, или в Пол-Ин-Бер. А, это в Казахстане? Да, и в итоге пошел и купил в Бербере футболку. А ему надо было залечить эту рану, он искотзался. Он приложил эту футболку к душе, к ногам. Насколько я иногда вот влюбляюсь, и вот единственный раз, когда я зажал денег, до сих пор, бля, это мне снится. Там еще был и кардиган, там был невероятно шикарный кардиган. Ну то есть, это такая вещь, которая, знаешь, у тебя нет, такой четыре кардигана у тебя. И я вот так хотел, и я померил, очень крутой, но так жалко мне было опять денег. Я такой, да я уже купил себе футболку. А сколько он стоил? 1070 он стоил. В тенге? Кардиганш. Не, в рублях. В рублях. Кардиганш, это кофта на пуговицах. Ага. Вязаная. Да, да, да. Блин, прикольно. А надо было купить его. Да. Я вот сейчас на флаконе поднялся, просто смотрели офис, на третий этаж, вот центральное здание, и выходит тип, и такой, о, добро пожаловать в Астинский магазин. И мы такие, и что? Такой, салам, шалам, шалам. И парни оказались из Осетии, Расулу и Паше, они футболку с Драковой подарили. А, вот. Ага. Да, да, да. И, короче, я просто зашел, мы начали болтать, типа, мы такие, нам мерч нужен, и все такое. А вот у меня рубашка, я типа весь день, не весь день, я уже дня два хожу в этом костюме. А, ты что сегодня выкладывал? Роберт Барон? Да, ты запомнил? Да, мне так нравится этот бренд, у них очень прикольно. Да, да, и они такой костюм, вот такой-то южнокорейский, и широкие штаны, и рубашка наверху. И я просто два дня не могу из него вылезти. Мне так понравилось. И я к тому, что, типа, вот рубашка 7900 у них стоит, штаны я не знаю, сколько стоят. Я к тому, что это ни разу не 40 тысяч. Я, кстати. И, короче, типа, не обязательно прям сильно много денег мне на вещь потратить, чтобы, а в этот, они мне вообще бесплатно, справедливость ради отдали, но я сказал изначально, я говорю, пацаны, можно? Я надел костюм, и говорю, это я точно покупаю, я вас хочу поддержать тоже от себя. И они такие, не-не, ничего не надо, типа, все, вот футболка тебе еще, вот тебе пятое-десятое. И я теперь искренне, абсолютно везде, где бы не буду появляться, везде буду хвалить пацанов, реально. Вот получается, что такое неколхоз. Неколхоз? Неколхоз, да. Это подход этих пацанов к ведению дела. Ну, кстати, да, да, ничего не просили. Я просто от себя сказал, что там все есть, канал есть. Пульсы на медийных чуваков надели вещи. Для меня, кстати, это спасение вот как раз от потребительства, поддержка отечественных брендов, потому что это и прикольнее, и выдает в тебе какое-то чувство стиля, и помогает хорошим, приятным ребятам, которые занимаются. У меня еще есть знакомый, который занимался 12 лет ритейлом обуви из Китая, там всяких брендов, и оригиналов, и не оригиналов. И... Вот, кстати, пацаны, вот эти кроссовки. И оригиналов, и не оригиналов, это чаще всего не оригиналов. Оригиналов там не было. Не-не-не, ну вот кроссовки New Balance, это оригиналы или нет, скажите честно? Да как так? Ну вот, ну как ты бы понял, вот материалы. Ну дай мне фонарик, я посвечу на New Balance. Не видно, да? Ну хорошо, короче, ладно, это не оригинальные New Balance. То есть это, как он сказал, это типа очень хорошая реплика. Топовая реплика. Да-да-да-да-да-да. Типа это хорошая реплика. И он мне тоже их просто так подарил, типа хочешь, забирай, все такое. И она, они прикольные. То есть я в них там тур проехал, они вообще, вообще клевые. Но это не оригинально. И он, он начал делать свои кеды сейчас. Ему в Китае, вот с кем он 12 лет работает, они говорят, дай нам, вот дай свои лекала, мы тебе тысячу штук пришлем через месяц. У тебя будет тысяча отшитых твоих кед из того материала, который ты назовешь. А он типа заморочился, нашел подошву какую-то. А он сделал вот эти бутсы старые, знаете, с шипами резиновыми, вот эти лекалы скинул. Ну не, он там что-то взял, я не помню, он мне показывал, что референс там у него был какой-то, то ли диоровские кеды, то ли что. И он делает, он говорит, я не хочу из Питера увозить производство, я хочу, чтобы это именно в Питере делалось, и это дороже мне в Питере обходится, но я хочу, чтобы эта фабрика работала в Санкт-Петербурге. Круто. И я, говорит, не хочу уходить с Китаем работать, чтобы это в Китае шилось. Хоть ему это и дешевле, и быстрее, но он именно вот за этот прикол. Ну вообще, когда вот эта вся ситуация с санкциям случилась, очень сильно показало, какой у людей подход к ведению бизнеса у многих, кто за бабки, а кто за идеи. И вот осталось очень много таких типов, которые не стали, ни качество менять, ничего остались и стали делать хорошо. И я, кстати... За наш счет, понял? Стали сделать хорошо. Просто мы теперь дороже все покупаем. Ну и такие, ну это качество. Это отечественное. Это мы вернулись к тому времени, когда отечественное. Как все подорожало, кроме наших билетов, блядь. Все подорожало. Ты поднимаешь билеты, цену, и люди такие, жадные, жадные. Все подорожало, все подорожало. Ну даже мои билеты подорожали, если честно. Даже я стал дороже. Потому что, ну когда все... Как можно за 500 рублей? Такой, 500 рублей у меня сколько еще будет билет стоить? Уже все на свете стоит тысяча-полторы. Доллар, знаешь, сколько сегодня? Алиса, сколько курс доллара? 91 рубль 25 копеек. Блядь! Это надо говорить вот так. 91 рубль блядь! Да, чтобы она добавляла. Это сенсация! Вот так она должна добавлять. Алиса, курс евро. 100 рублей 35 копеек. Вы... 100 рублей уже! Так все... Вот это 100 рублей! Все, выкручись. Женщина. Сколько Алису нахуй раз послали? Хочу статистику. Пацаны, 100 рублей это 1 евро. 100 наших русских рублей это 1 евро. Ну разве это конец? Да. Там же дальше есть цифры. 101, 102, 105 тысяча. 100 рублей, пацаны. Это что? Это курс. Смотрите, это сейчас купить его еще надо. Сейчас еще надо пойти к этим людям, у которых всегда в зубах мясо застряло, и купить у них по 105. Или по 106. И чехлы еще на айфон взял. И чехлы, да. Я на этой неделе вот попал в эту классическую дуру. Мы с женой в понедельник уезжаем на отдых. Она сказала, надо поменять доллары. Я сказал, на выходных схожу. Бля, при мне Гурам вот это попал вот в эту хуйню, где он такой, типа, сколько доллар? И он ему, типа, 85. И он такой, заедешь? И он такой, ну, я завтра. И вот это все пошел, вот это там Пригожин, и там что-то 90-е. Он такой, аааааа. Ой-ой-ой-ой. Что, народ, спасибо вам большое, парни. Круто. Спасибо вам большое, что вы согласились посидеть. Пойдем я тебя в ФИФУ выговорю. Спасибо. Это был Хет Окугаев, Павел Вернидубов, Артем Венокур. И я Артем Венокур. И Павел Вернидубов. Я два раза был здесь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok